Девочка-пай 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 Добрый день, уважаемые участники конференции. Во-первых, хочу пожелать всем плодотворной работы. А вас, Герман Николаевич, еще раз благодарю за приглашение. Только что вы посмотрели видеоролик «Автопробега Россия-Корея-2014», который снял генеральный продюсер и участник «Автопробега» Ким Андрей. Прошло уже почти три года с того момента, как мы пересекли 38-ю параллель. Сам «Автопробег», посвященный 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию, уже стал историей. Я думаю, что мы, русскоязычные корейцы, можем гордиться тем, что нам всем вместе удалось внести лепту, пусть символическую, но очень достойную, в дело мира на корейском полуострове и в заветную мечту всех корейцев мира видеть Корею единой. Этому «Автопробегу» предшествовали долгие и мучительные переговоры, в которых принимали участие определенные министерства Российской Федерации, посольства КНДР и Республики Корея в России. Главным и политически самым тяжелым моментом во всех переговорах, конечно же, было согласование пересечения самой 38-й параллели. Впервые за 70 лет существования демаркационной зоны такая задача была выполнена. Тогда, в 2014 году, нам удалось посадить за стол переговоров север и юг. Диалог. И еще раз диалог. Вот что необходимо сейчас для Кореи. Обо всем этом мы с моим братом Ким Эдуардом Николаевичем, генеральным спонсором и участником «Автопробега» написали в книге «Дорога длиною в жизнь», которая вышла в Москве в 2015 году. В этой книге рассказано и о «Автопробеге» 1992 года «Алма-Ата-Пхеньян-Сеул», инициаторами которого были молодые казахские корейцы, а руководил этим «Автопробегом» Югай Роберт. В 2014 году мы проехали более 15 тысяч километров от Москвы до Пусана. Провели более 30 пресс-конференций, в том числе и в Алма-Ате, и в Ташкенте, и в Бишкеке. Но ничего не сравнится с тем чувством, которое мы испытали, проходя саму демаркационную линию. И эти 4 километра навсегда останутся в наших сердцах. Сегодня, спустя 3 года, я испытываю и еще одно чувство, которое вынес, проехав с севера до самого юга весь корейский полуостров. Что все-таки Корея едина. КНДР – это нетронутая природа, сопки, покрытые соснами, в вечерней дымке и утреннем тумане. Невероятно чистое море с тихими бухтами и одинокая рыбацкая лодочка, покачивающаяся на волнах. Таким я увидел свой родной город Раджи, который покинули мои далекие предки и переселились в Россию. Вдумайтесь, как им трудно жилось, что пришлось покинуть такие прекрасные места. Мы видели Пиктусан с его кратерами и лунным пейзажем. Это самая высокая точка корейского полуострова. Кымгэнсан – алмазные горы с водопадами и долиной восьми озер. Песчаные пляжи на берегу океана и вполне комфортабельные дома отдыха. Все это – жемчужины туристических маршрутов Северной Кореи. Одновременно с этим мы видели и бездорожье в северных провинциях КНДР, крестьян, перевозящих сельскохозяйственный урожай на арбах, запряженных валами, идущих в пыли рабочих и перевозящих людей грузовик с паровым двигателем. В городах мало электрического освещения, а черные окна многоэтажных домов давят и угнетают. Тяжело, конечно, вести народное хозяйство в абсолютной блокаде, санкциями, длящимися десятилетия, напрягаясь из последних сил, мобилизуя все имеющиеся ресурсы. Я видел радость и слезы обыкновенных людей. Все, кого мы встречали и с кем общались в КНДР, в КНДР были очень радушными и внимательными, а лица выражали неподдельную любовь к своей Родине. Еще недавно были неплохие времена в отношениях Севера и Юга. Когда создавались рабочие места в экономической зоне Кэсон, осваивались туристическая зона Кэмгэнсан, встречались разделенные семьи. Почему бы не вернуться к этому? Надеюсь, что избранный президент Республики Корея Мун Чжа Ин пойдет по пути развития сотрудничества Северной Кореи и более независимой политики от США. Думаю, что сейчас настало время объединить усилия и потенциал обеих государств во благо одного корейского народа. Удачи всем, хорошей работы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok